Девушки отдыхают 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 были. И вот сегодня 25 лет исполнилось, как здесь впервые я поставил палатку. Краткая история. Это была деревня наша. Где-то было боров около 150 примерно. Но была такая политика партии по округлению сел. И в то время только в Алтайском крае исчезло 350 деревень. А деревня в России если не будет деревень, говорит, не будет и России. Потому что большинство населения все в деревнях живут. И без деревень и города не смогут прожить. Даже в самое трудное время, когда была война, голод начинался, то шли в деревню. И меняли дорогие вещи. Такие, может быть, тысячи стоят за ведро картошек. У нас в деревне всего было, по-моему, два ружья. Одно ружье было у нас и еще у кого-то. Отец выменял его за ведро картошки. Пришли, ведро картошки взяли, а ему дали ружье 16-го калибра. Больше всего братом Игнатий с ним охотился. А потом как-то потеряли. То есть, в трудное время всегда прощались в деревне. За это время у нас было так, что некоторые покинули селение. Три семьи уехали за границу жить. Одна в Грецию, во Францию и в Германию. Несколько семей семьям было предложено оставить наше поселение. Потому что были они не согласны с уставом, стали нарушать устав. И они покинули. Это где-то пять семей таких было. Которые просто предложили уехать. У нас по уставу так, что сделали три предупреждения, а потом принимаются решения, собрания, чтобы этот человек покинул селение. Ехал туда, где можно все делать. Без устава жить. Что угодно, то можно и сделать. Вот. За это время у нас, особенно в прошлом году, мы поправили плотины. Три плотины направили. Подняли, нанимали бульдозер. Это все дорого, но, как говорится, мир не без добрых людей. Нашелся человек, который помог просто нам это осуществить. Потому что своими силами это, ну, просто невозможно сделать. Потому что все живем своим хозяйством. Какое многое в деревне разбогатеть невозможно. Это в городе можно где-то что-то купил, перепродал подороже. А здесь нет. То, что вырастил, то еще и трудность еще как продать его. Вот. Ну, за это время у нас было несколько выпусков уже девятый класс. У нас школа до девяти классов. Наши выпускники школы есть, которые закончили высшие учебные заведения в России. Это и строительные, и политехнические, и медицинские институты, которые закончились. Но в деревне, конечно, такой специальности нет. Работают в городе где-то. Кто-то уже молодые, закончил политехнические, говорит, нет, я, наверное, в деревне все-таки приеду. В городе посмотрел, пожил немного. Нет, значит, город. Ну, вот так вот. Такое состояние на сегодняшнее время. Каждый у нас занимается своим подсобным хозяйством. Все живут от этого, от подсобного хозяйства. Продукции реализуют в город, братья реализуют в городе. Трудно, говорят, зимой. Спрашивают, а как вы зимой? Зимой очень просто. Первые года были лошади. Я всегда держал где-то почти 15 лет две лошади было у меня во дворе. Потому что основной зимой нужно было до разъезда куда-то в другую деревню ехать. А сейчас нет, отпало, купили снегоходы. Вот, на снегоходы зимой. Подъезжаем в другую деревню, там машина оставляет, а на машине тогда уже ехать город. Вот, летом-то проще. Когда дорога есть, то по дороге уже едем. Ну, вот такое, значит, вкратце, скажем так. За это время, хотя мы, как говорится, не это, но мы оказывали помощь, два раза мы собирали гументарную помощь в этот, на Украину, в Луганск, в Донецк. Вот, мне даже две грамоты они прислали после оттуда, благодарственная грамота, там можно посмотреть, что, благодаря за то, что мы оказали эту помощь. Мы собирали деньги, потом там ехал я в Ростовской области, закупали мы продукты на машине и туда отвалили. Просто, не просто кем-то, а именно передавали по назначению. Не нуждаются. Уже никуда, ничего на сторону не могло уйти. Ну, да что уже, я даже не знаю больше, что я все, короче, сказал. А как вот, кто-то есть староста, голова, все? Староста. Ну, у нас выбраны староста. Староста Игорь Александрович Барабаш вот стоит с режьей бородой и вот, то есть, да, эти слойки, растирь. Староста. Это у нас, как сказать, у него хозяйство, называется, градообразующее. Он, как фермер, у нас здесь земли, там у него 200 с лишним гектаров, немного, казалось бы, но хватает обработать. Техника есть, какая-то постепенно, постепенно, проритали там, трактора, ну, и прочая, серхознательная техника. Поэтому, там, отходами, там, и для кормления скота мы, как бы, обеспечиваем. Братья ему помогают, там, сей, убирать, потому что это невозможно, а потом, там, договориться, как рассчитывается, натурой зерно или гады. Только так уже. Сегодня трудности, даже бывает так, что, очень жестоко обманывают. Сдал, сдал там зерно, купил, купил я завтра, и по сей день, там, сорок, или сколько, тонн гречки, так и все. Судились, и ничего не есть. Бывает на таком обмане даже. Ну, слава Богу, все равно живем. Как бы ни было, живем. Скоти, где-то крупного, рогатого скота, сколько, галуз 60, наверное, наверное. Сколько выгоняем? А? 53. 53. Ну и овец, где-то сотни, полторы овец. Ну, а остальное, там, другие занимаются, свиноводством, свиней, там, птиц уже не считаем, сколько это, птицы, там, курица, утки, вот, гуси. Это уже так. Основное молочное производство, от которого есть, как бы сказать, какой-то, ну, прибыток, с чего можно, в городу возят молоко, а там покупаем уже такие продукты, которых у нас нет. Фрукты какие-то, там, крупы, макароны, такое прочее. Ну, так, староста есть у нас, староста сейчас принято решение, что где нет сельских советов, вот, то должность староста должна быть, то есть на государственном уровне, но мы пока этого как-то не оформили, еще надо будет сделать это, чтобы у нас было, потому что он будет представитель от нашего поселения, где там, на какой-то сессии, там, или какие-то вопросы решаются, общественные, он уже будет представитель, законный представитель от нашей общины деревенской, потому что у нас зарегистрирована не только религиозная община, но и зарегистрирована деревенская община, поселка Потеряевка. Когда при регистрации выдается свидетельство, из свидетельства написано цель регистрации, у нас регистрация записана так, цель восстановления поселка, потеряевка, на христианских православных заповедях и старинных русских благочестивых обучаях. Это в регистрационном свете, так это написано. Какая цель регистрации? То есть, чтобы было поселение и на христианских заповедях и старинных русских благочестивых обучаях. Ну, в какой-то степени мы стараемся все-таки, может быть, и не в полноте, но это сохранять. Это относится и к общественному порядку, к одежде, к общению друг с другом. Даже приезжающие люди, которые чуждые веры, но если у них еще есть совесть, то они придерживаются этого. У нас на территории деревьев Кури запрещается. Поэтому приезжающие некоторые, и проходит 2-3 часа, они терпят это, хотя для них это и трудно. Так же там и в одежде. У нас запрещается женщинам ходить в брюках или в коротких юбках, по приезжающим к нам, уже знающие это, соответственно придерживаются этого. Замужние женщины, девушки, чтобы на улице в чистом месте без платочки не было, обязательно голова, чтобы была покрытая. Дома может она ходить с платочкой головой, но русские благочестие обычаи так, что если даже девушка выходила замок, то ее никто уже простоволосы даже дома не должны были видеть. Это уже надевался такой, как колпачок такой завязан, назвалась шашмура. Назвалась шашмура. Все, повязывали ее, это под платком, сверху платок еще должен быть. А это так, нигде волосы, чтобы не болтались и ничего. А сегодня смотрите, вот по городу, волосы изпереди, иззади раскусили, по плечам, со всех сторон волосы были. А православ, русский благочестер, это так было. Всегда. Ну мы смотрим даже какой-то концерт, какой-то там ансамбль. Ни одного нету, чтобы в ансамбле были там рубашка в блюке заправлена. Все подпоясывали так. Все. Русский какой-то. Это только так. Потому что это был русский благочестер, обычно обязательно, чтобы был пояс. Даже так, провожая куда-то мужа в дорогу, жена подпоясывала мужу, надевала новый пояс. Считали, что этот пояс его в пути может сохранить. А если, говорит, красный пояс надевает, то он мог как бы сохранить его, чтобы он там где-то на стороне на другую не позарился. Благочестер. Да. Такое, что было. Ну это так, как в России. Было такое. Ну вот так вот. Кто-то, что хочет нам еще сказать, добавить, пожелать. Бывшие наши деревенские жители, которые, говорят, друг из другой деревни. Ну, кто? Геннадий, ты хотел? Давай. Ну, давай. Геннадий Тихонович, Шурова, Польгар. Ну, давай, давай. Я немножко не о том буду говорить, а о политической обстановке. Сегодня мы сидим на своем месте, и нам кажется, так всегда будет. Оно не будет так всегда. В мире готовятся огромные перемены. Мир приобретает другое лицо. Франция, 46% уже в мусульманском населении. И сейчас даются в процентном отношении. Как Польгар Мураев сказал, он маленечко вперед смотреть хотел, говорит, если мы не изменим отношения к молодежи, это в литературе газеты была, статья такая, «Миссионер 21 век», еще догонение на него. Но будет не московский патриархат, а московский халифат. Ближайшие 50 лет, а может через 10 лет. Праздники справляются только на 10 лет. И вот в Государственном Местном Законодательном Собрании в Алтайском выступила от КПРФ Нина Данилова. Очень такая прозорливая женщина. Она говорит, вот то, что потеряли, мы сейчас больше 400, батюшки устарелые данные, более 400 на Алтае только, и 21 тысяча поселений в России исчезли полностью. Это не потеря поселка, а потеря земли государства. Это и так понятно. Собирается во всем мире когда комитет 300, и даже почему мы на одном квадратном километре у нас здесь 1,8 человека, а Европы 345. Ну понятно, что что-то не то делается. Если написано, сегодня все знают, в 2013 году было, да это, 2013 года, 1913 года, живая прибыль с высшим умерших, 3-5 миллионов каждый год, а сегодня больше миллиона исчезает, не считая, сколько бегут тысячи. Значит, есть о чем помолиться. И вот, когда мы говорим о том, что поселение, о таких правах, ну, что, каждый должен сказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. 5. Я сказал, в краевой администрации, вот у нас во всей администрации нет ни одного такого. Она это говорит, дура, статистика врет везде, мы подписываем это. Ну, это в органах, которые охраняют, везде ложь. Сейчас по праву не поступить, государство развалится. Оно где-то же, если он на кромке, на лжи одной. Еще кажется, все нормально. Вот если мы этого не поняли, то на вопрос, когда мне задают, а много ли у вас последователей, я отвечаю, не одного. Как так? Очень просто. Я хожу, работаю в тюрьме с полной отдачей, 17 лет, из камеры в камеру. Они знают, что я каторжник. Они меня слушают. Я выступаю в них по рации. В один день 56 динамиков только принес туда. И за 17 лет ни одного не подготовил к окрещению. Но настроение заключенных другое. Я уезжаю, администрация тюрьмы берет адрес. Где вы будете? Если захват заложников, то подсудят меня туда. Пришел священник на один день. И что самое главное, полупьяный. 475 человек защищает. И столько же в кресте. То есть помахал кисточкой. Это не дискретитация нашего православия. За один день, когда оглашенный, от 3 до 5 лет. Это епископно он пишет. И поэтому говорить о последователях сегодня. Вот он сидит. Знакомый наш, хороший человек, потеряющий. Условия-то неподходящие. Даже он скажет, а я хочу у вас сейчас, мы сразу скажем, город не брить. А он привык, потому что рядом жена, там мужья подковнучники, у которых жены команды. Вот у нас самый главный здесь редактор приезжает, Ритунский. И он говорит, ну, я иду на Пельске. У меня привык, а борода за бородой не станет, а еще что я говорю. Писал неоднократно, не врал, подходишь. И он все-то напечатал в узком доме. Журнал по благосостоянию патриарта выходит. Да патриотом где-то. И поэтому то, что мы делаем, это просто показать, что можно делать в неносимой обстановке. 91-й год. Ну, я спрошу данные, которые не все знают. Я судился и знал, 97-го года инфляции 10 тысяч 70. Если 10 тысяч 70, там стоило рубль. И в этой обстановке люди продавали дома, пока доезжали, уже половины стоимости дома нету. И надо было с нуля, лопату взять и начать копать. Готов на это? А вот тут и картошка припомнится тебе. Земля несет нравственное начало в словах Столыпина. И как этот опыт распространить? Никак. То, что в интернет вот выставляем, записываем, и все понимают, это единственное. Это еще пишет мне один королев с Канады, привозит ребенка в наш детский лагерь. Далековато ехать. А уже все, билеты, все, взяли. Почему? Потому что что в детских лагерях делается? Развращение. А у нас как они? В течение одного месяца ребенок совершенно другой делается. Никаких наркотиков не вспоминает. Как это? Каждый день молитва, чтение. Батюшка приезжает, освящает. Строгая дисциплина. Каждую неделю храм. Вот на чем строилось это великое государство, Россия, Русь. Неверно названная святой была. Если мы хотим этот опыт продать, приверь, кому знакомый, не знает, куда деться, скажи, соответствуешь этим правилам, напиши, с тобой поговорят. Вот нынче к нам один едет. В разводе, жена не поехала. А мне развод еще, но уже почти. Другой приезжает. Нет, я буду ждать, когда жена дойдет до нужной кондиции. Жена упирается. Вот сколько есть, везде жена. Да когда-то было, чтобы решала жена. Он вздумал ехать в Америку, а она с ним потянулась туда. Любой мусульманин, куда бы ни поехал, за ним жена, даже не одна, четыре. Здесь одной неумане можно дать. Почему? А ее привычили с детства. Мамка, папка рядом. Он поехал сюда, иголка и нитка, что тебе еще доказывают? А тут от готовых мужей не пьет, не курит, не матерится. Бросает мужа, уходит. Ей спрашивают, что он пил? Нет. Ну, больной, да какой богатырь. А где работает? КГБ. Ничего себе. И ты бросила? Да, почему? Да он паразит, говорит, к верующим потянулся. А теперь дура я оставила какого мужика? Одно такого мужика, десять раз женщин, говорит, семером задней штаны ему хватится. Ну, можно было с детства вложить это в детях. Девочка, будь послушная. Вот он мусульманом пришел в православие, он священником стал. И вот как они одеты, как будто в нашем храме были здесь. Ее 13-летие спрашивают, какая у тебя мечта нехорошая, я сказал, мы замыслы. Русская, опять, это артисты, хочет там на Пугачево, что-то такое, мальчик космонавтам. А эта ответила, я хочу быть хорошей матерью. Да разве может, опять, когда я в 8 классе, это уже неизвестно, кто такая находится. И он, видно, что он не русский, священник, патриархатик находится где-то. И как эта девочка ведет себя? Она всему учится, чтобы муж пришел с работы, ему было приятно, лучше, что у меня есть, чем дом. Заложи это все в детях, вот тебе новое поселение будет. Из-за чего? Потому что у нас это соблюдается. Если этого не будет, вообще ничего не будет. И будем по миру, сейчас предлагают 150 тысяч долларов дать каждому русскому, чтобы съехали с земли, чтобы жила дорогая нация, чтобы вы бы под ногами не мельтешились. Это в мировом масштабе уже решается, сбор денег. И они это поставят. Ухватитесь за краешек, пока можно. И своим родным расскажите, меняйте отношение к Богу, ко Христу. И тогда отношение к земле изменится. Конечно, мы очень благодарны, что гости приехали, потому что нам уже тут больше никогда к вам владыка не приедет, там вас митрополит там бросил. Мы говорим, все от Бога зависит. И Бог положит на сердце, и вот совершилось, что такое торжественное богослужение. Благодарю. Отошел. Простите, гости. У нас же мы памятные такие календари выпустили. Значит, всем по календарю. И памятные там и кружки. Давай, заставай. И гостям всем по кружке. Вы извините меня, за корявую речь. Я уже в возрасте зубы немножко на ремонт стал, так, ну, шепелян. В общем, я что хочу сказать. Я хочу выразить благодарность этим людям, которые восстановили потеряевку, которые живут мне. Это очень трудолюбивый народ. И мне так завидно, и так, так, вы сказать, обидно за себя, что я мало, не внес никакой лепки восстановления деревни. Я бывший деревенский. Я прожил здесь, родился в 1951 году. Уехали мы из деревни в 1967 году. Вот. Она еще немножко существовала, деревня. И в 1973 году мы забрали последнего нашего дедушку отсюда, моего деда, Шерстабита Владимир Петрович, который прошел две войны. Он воевал в 2014 году и воевал всю войну в 1945 году отечественную. И он плакал. Вот такой уже дед в возрасте. И он плакал слезами горючими, что нарушили деревню, что ему приходится отсюда уезжать. Вот. Ну, жить невозможно было. И 20 лет вообще этой деревни не было. Ну, вот только вот эти стены стояли. Больше ничего не было. И вот благодаря вот этим потеряевским волнусь, что они приехали в 1991 году и восстановили. Я помню, первую зиму здесь света не было, ничего. Мы собирали лампы в соседней деревне, лампы керосина. Уже люди забыли, что это такое. И вот, что твоим был какой-то свет. И первую зиму я приходил на лыжах со своим сыном маленьким. И здесь жили с его отец Аким, его мама и Устинов осет. Маленький мальчик еще не учился. Сейчас богаты. Смотрите. Ладно. И мы приходим с сыном на лыжах. живем за 10 километров. И они такие радостные, что у них никого не было зимой людей поблизости. И вот они такие радостные, что мы их посетили, проверили. А сейчас вот смотрю, пруды восстановили, дорогу подняли, даже щеблям посыпали. В советское время здесь не было такого. Конечно, если бы время было, село было, может, это было лучше. Но, как я помню, этого не было. И вот я еще хочу низко поклониться этим товарищам Югнату Тихоновичу, Акиму Тихоновичу и всей их большой семьи. У них семья у родителей 10 детей. И всех я их знаю. И очень большое спасибо, что они восстановили эту деревню, что она существует. И мне всегда радостно сюда приезжать. Спасибо большое Еще пару минут хотя бы сказать. Посмотрите, в чем строится. Такая же деревня 45-го строилась. Вот, я не вижу где Игорь Коглушков. Вон он сидит. Он там строился. Покажи его. Все своими силами умею. Коша, семья, семь ребятишек. И он там начал строиться. Приехал человек. Столько у него машин было? 45. Столько машин. А у нас ничего нет. Одна лопата. И все расцепляло. Только даже дома все стали блудить, воровать, пьянцевать, ничего нет. А мы когда были здесь, вот эта осень, ему 5 лет было, это мой примерник. Большое место отдыхать, а мы ночью выходим и идем сюда. Клуб был. Одни стены полуразрушенные вот здесь были. И мы напротив каждую ночь ходили и молились. И зачем? Наизнай небеса. И мы хрестили место, чтобы здесь дом Божий был, поймайте не за Ложие. И ребенок это видел. Мы молились Господи, изгони здесь демонов, таких бесов, которые здесь были. Деревья, как бы, ну, деревенский клуб. И мы молились, и вот Господь как сделал. И вдруг одна же сказала так, приходит какая-то с крестом как делегация, сегодняшний не знаю, и говорят деревню будет православной, тогда ничего не было, до восстановления года на два. Прямо с крестным годом пришли к нам с какой деревни не знаем. Мы говорим какая деревня, ничего нет, мы хлопочем даже полтора гектара не дают. Бог как сделал. А у них не было цемента в этой церкви. Какого? Веры. У нас первое, что? Храм. Здесь только лесу ушло в огонь. И вот молились, и Господь показал, а там и над исчезли, нас не будет. Такое полное. Но у нас все было, о чем мы хотели. И то, встречается, а там могут против, натролить. Это все делается. Но это было. И мы показали, может быть, любовь. Любовь все побеждает. А Владыка из-за нас сколько нападает? Вы не считаете? Он как-то сказал, такие нападки, говорят, а что за вас нападать? Как правило, миссионерские отделы. Самые негодные. И Владыка говорит, какое впечатление, как будто убить вас хотят. А что миссионерские отделы? Их нельзя создать. Это раздавать хлеб правильно, то есть верно, исполненный ухо святого из жизни. А на миссионерский отдел Бог избирает не только два человека, а весь отдел. Он разоснул по всему миру по два. Чтобы обратить человека, я вам готов сказать, нужно не один товар, а три сечи товар. А чтобы крестить правильно, ни одного не надо. Достаточно чтобы быть рукоположным и сказать во имя Отца и святого Духа. Мы чему научаемся? Вы когда собираетесь на своей эпохиальной тагетке, вы им скажите это. Аглашевные изредители исключили из богослужения. Значит этих людей верных нету. Аглашевные изредители выкинули совсем нету. Во многих местах Айца есть, она не исполняется. Вот корень где. А когда это отделение есть, надо все силы приложить, как людей обратить. Все таланты должны быть брошены на обращение людей ко Христу. Вот просто понятно, мы смертные, мы умрем, и с чем придем перед Богом? Мы собрались не просто сюда вложить смысл. С нами архиерея, его упоминают как наш архиерея. А у вас архиерея нет, вот и наш архиерея. Какого еще архиерея нам надо? Архиерея это не означает, что над батюшкой командиром будет, а то, что мы любим друг друга. Богу славу! Дети будут еще? А сейчас подразделием, чем и дети будут. Придем на концерт на реку. Что здесь стоит? Это мне как концерн не право ступал. Созьми своим, который идет по ферреям. Можно взять, да? Конечно. Алексей, Алексей, минутку. Пройди по форексу, который потеряет все. Подожди на два. Как это на лимон, это на другую на лимон. Я потеряю. Да, возьми, кому-то подожди. Это уже можно взлететь. Дети есть? Вот и все. Так. Провода тебе надо взять. Зачем? За столом и все, что будет. Нет, у меня другая есть. Провода? Здесь концерт будет. Пускай будет. Я понимаю. Другие провода есть? Нет, у меня другая видеокамера есть. Она у вас уже почти кончается. надо провода взять. Давай, принеси, а потом принесешь назад. долго это все растет. Долго? Ну, я не знаю, за столом там, слово придется сказать. Ну, на, тогда, ничего не будет. Кончится, видно будет.